знакомься кот я желаю зрелищ котик, нападай на него, покатайся на нем что там обычно коты с какими-то пылесосами делают пиливую верхний слой, там хороший слой базы, двойной поэтому можно не заморачивать, просто пилить поэтому первое, когда делаю маникюр всегда светлая а потом перекрываю любыми темными каналами это удобно сервис хочет добраться до кота вот правильно в окне вот такая картина все мелкие неточности выравниваем с бафом то есть мама срезает только цвет обязательно двойную базу да, двойная база вначале в коде шикарная база, он тягучий да, каучуковый мне тоже на коде делали, держалась до трех недель но у меня уже пару месяцев пару месяцев ну видно, да еще чуть-чуть изогнулись бы вот так вот да так что, ты сейчас будешь вторую руку фигачить? или ты пока только одной занимаешься? я, наверное, буду я сначала одну делаю целиком, да? да так, хорошо, ты сейчас выравнишь что дальше? выравниваю, потом уберу длину а то в утром момент пока мне надо угу ну ладно, убирай я попозже приду, поснимаю ну это долгое занятие нужно делать в тишине да, да это чертовски сложный дипломатический процесс когда это легкие Зоя научилась говорить на на что-нибудь дает, говорит на она говорит мама Сова ну в общем Мира раньше очень психовала когда мы строили ей домик и Зоя разрушала ну вот а сейчас вроде как договорились что она ей будет просто подавать детальки а Мира будет строить и как-то дело пошло Мира вроде и добренькая стала Сова, да что Сова, мама? она тебе дает да чтобы ты могла строить видишь, подает игрушки да да она по кусочкам по кусочкам, да да на на говорите мне на на вообще, кстати, вот проблема на и дай я стараюсь учить девчонок говорить держи ну держи, понятное дело, что сложнее но держи и мы избегаем вот этого на как правило но она где-то услышала, видимо не знаю ну либо это просто совпадение что он так говорит ну нет, Доля это Моя еще не дай Доля, нет! не кричи вот, все вот, все она любит свою домик она снесла нет спасибо спасибо я снесла я снесла я снесла собирая башню строишь нет она стоит Держи. Спасибо. Держи. Не надо ей давать. Она тебе отдаст. А ты построишь, да, башню? Давай, отдай мне. Здорово. Подай мне. Дорога. Дорога, пожалуйста. Опа. Она у меня стоит. Здорово. Она у меня с чего, мама? Да. Она у меня стоит, да. Говори ей спасибо, когда она тебе что-то дает. Спасибо. Спасибо. Я сейчас сделаю свои порты. Да. Смотрите. А ты я шок. Блин, ладно, что-то мы затягиваем блок вот этим всем. Ну реально, слушайте, ну взаимодействие двух девчонок, малюсенькой и уже постарше, это прикольно. Лично я это даже для семейного архива хочу сохранить, поэтому я не обрезаю этот момент. Пускай он у меня останется, потом будет прикольно пересматривать. Наконец-то закономерная прохлада. Сегодня такой день расслабления, поэтому не уверена, что мы даже гулять пойдем. Ну если дождь закончится только вечером, брови почернели. И они, знаете, вот сейчас они выглядят ненатурально. Вообще жесть, как будто бы нарисовала угольком. Но это временно. Надо накраситься, синяки убрать, и тогда будет получше. Это уже вторая рука, а тут ты все подпилила. Это лампа. Ух ты. Сколько здесь? Много светодиодов. Красотки про закупаешься? Да. А вот это из Алиэкспресс. Алиэкспресс. Очень приличная лампа. Я ее покупала на 1350. 1350 такая лампа стоит. Алиэкспресс. Велком. Красотки про и 100. Понятно. Ну конечно. 30 секунд и 60. А вот эта штука дорогая машинка? Слушай, она две с лишним. А, ну это дешевая машинка. Ну как бы профессиональная, но не очень дорогая. Ага. Средняя. Так ей педикюром уже можно делать? Ей можно, только я не насягиваюсь и нифига не вижу. Ааа. Очень все просто. Понятно. У меня просто не сложится. С возрастом это тяжелее и тяжелее. Пузико мешает. Ясно. Какие у тебя тут эти? Слушай, самый дешевый общий набор. Я не могу сказать, что он был очень удачный. А, то есть ты будешь... У тебя здесь есть такая свечка, да? Да. Кругленькие. Разные жесткости. Тут всякие. А какими ты чаще пользуешься? Слушай, вот этими я вообще не пользуюсь. Я лилейми пользуюсь. То есть оно на насадку идет. Насадку я видимо дома забыла. Так. Вот. А вот этими... Ой. Вот это подрезать, то есть убирать длину. Вот это вот кутикулу по идее убирать. Угу. Как бы и на ногах и на руках. Это крупная. А потом, да... Вот это для боковых валиков. Угу. Но у меня их просто нет. Вот. А вот эти вот маленькие, это кутикулы тонкой обработкой. Но в принципе я больше пользуюсь вот этой вот. Вот совсем. Маленькой. Даже не фокусируется. Малюсенький-малюсенький шарик. Малюсенький-малюсенький шарик. Ну он такой тверденький. Угу. Да, да, да. Да, да, да. Как у зомби. Как у зомби даже. Часто будет не как у зомби. Часто будет не как у зомби. Все хорошо. Я всегда топ убираю, а потом я уже крашу цветом. Сначала я крашу светлыми. Пока вот только аккуратненько все сняла, крашу светлым цветом. Потом со временем можно не настолько точно убирать весь цвет, а можно чуть-чуть топ убирать, запилить, грубо говоря. Когда просто хочешь снимать цвет или еще что-нибудь. Вот. Я убираю только топ и сверху сразу цветом. Все. Поняла. Ну лучше, конечно, с глазом. Так, а у тебя что здесь? Всякие штучки-дрючки. Всякие штучки-дрючки. Я тебе принесла систему IBX. Ой-ой-ой, IBX, классно. Сегодня вечером можно сделать. Да, только у нас нет хорошей лампы, правда, под него. А у меня какая лампа? У тебя такая же. Такая же. Это плохая лампа? Нет, они хорошие лампы, но IBX требует вообще ухо. Вот мои любимые. Коди. Это топ. Это матовый. Тебе взяла. Ой, мне матовый не понравился. Не понравился, да. Это вот база. База очень хорошая. Очень старая. Да, это у меня тоже старая лампа. База тоже делает. Вот, смотри какая. То есть она прекрасно заполняет все неровности и неточности. И она не затекает под кутикулу. То есть она вот той вязкости, которой ей необходима. Ну, естественно, тонким слоем. Я на каучук. Потом я тебе и нам и всем взяла лаки. Мой любимый цвет. Непонятное розово-коричнево-севый. Ну, нейтральный он. Такой глифовый. И он еще с шиммером красным. Поэтому это так мило достаточно. Вот это вот хорошее. Вообще, InGarden я очень люблю. Фирму? Фирму, да. Вот, пожалуй, самые лучшие лаки. Это карнавал. Это такой вот блестюще-синенький. Это действительно очень нарядный такой цвет. Можно им один пальчик украшать. Да, коричневый тут хорошо будет смотреться. Один пальчик. Так, что у меня здесь еще из цвета? Я взяла свой любимый InGarden Bordeaux. Шикарно покрывает. Буквально два слоя полностью хватает. Он тоже с небольшим количеством шиммера. И очень благородный такой красивый цвет. Не ярко-красный, а приглушенный такой коричнево-красный. Кроет? Ну, по-хорошей, да. Но он очень хороший. Венозный прям. Венозный. Да. Благородный цвет. Цвет красного вина Bordeaux. Я как бы любимые свои цвета брала. Опять же, InGarden Шехерезада. Это такой темный лак. Но он тоже нарядный. С небольшим количеством бордового шиммера. Нарядный. По отношению к лаку это интересно. Ну, вот он такой глубокий, хороший, с хорошими покрывающими свойствами InGarden. Тоже двух слоев вполне достаточно. То есть он не растекается никуда, без проплешин, без всего. Ну, мне нравятся темные лаки. Хорошо. Мне тоже нравится. Так. Это у нас Blue Sky. Блюзка мне тоже, кстати, нравится. Но у многих как бы на него аллергия бывает. Это с большим количеством галогеновых блесток. Кстати, на видео он, кажется, светлее. На видео он, кажется, светлее, но он такой вот. Так он чуть потемнее. Ну, это галогеновые блестки. Галогеновые блестки, они на солнце сверкают и на искусственном свете. А вот в такую погоду он, конечно, будет прозрачным и непонятным. Вот это вот Масура. Но Масура мне не нравится. То есть она расплывается, но, в принципе, вот это вот цвет. Мой любимый тоже. С большим количеством шиммера. Коричневый. И можно магнитом делать всякие переходы. То есть он как камень миксирует особо. Ну, это понятно. Так. Любимый Blue Sky. Это у нас просто белый. Красивенький, кстати. Ну, как бы он не белый, он розовый. Ну, это вот нют. Слушай, красивый. Мне нравится. Может, я такой захотела бы сделать. Он просто будет отрастать незаметно. Ну, как тебе сказать. Или заметный. Заметный, но не слишком сильный. И латте. Это тоже. Умгард, да? Любимый цвет. Ну, латте, он просто вот серо-бежий. Угу. Тоже. Ну, тоже ко всему подходит просто. Да, да. Ну, и на плечи взяла. Понятно. Чисто такие. Спасибо за экскурсию. По моему чемоданчику? Да, по вашему мини-наборчику дорожному на сегодня. Да. Ладно, продолжайте. Так. Продолжаем. Не отвлекай. Я всегда довожу. То есть я не очень доверяю своими руками машинки. И тонкие вещи, аккуратные, когда уже подбирается близко, когда надо сравнять лак и, естественно, ногтевую пластину, естественно, я все это делаю не машинкой, потому что мне не хватает опыта. Ну, тем более, эта рука нерабочая. Эта рука нерабочая, поэтому все остальные подпилы по-черному я делала машинкой, все остальное вывожу я уже пинками. Понятно. Мы тут приспособили маме лампу, чтобы она светила на рабочее место. Теперь хотя бы все видно, очевидно. Это база? Это база. Тебя дергать нельзя сейчас, да? Возможности, да. Мира. А, нет, бабушки. Пойдем играть. Пойдем, Зоя. Угадайте, что это. А еще, что вот из удобного только сейчас поставила. Рулон вот этой бумаги. Я туда его вниз шваркнула и расстелила на весь столик. Сейчас девчонки все полностью изляпываются в этой краске. Я их отправлю потом купаться. Вот. Ну, по крайней мере, они хоть чем-то будут заняты. В конечном итоге у нас тут вот просто огромный-огромный рулон. Всякие домики, блин, рисовали. Штучки на рючке. Вот у нее домики вот такие получаются. Ну, тоже прикольно. Или вот такие. Это что у тебя? Красота. Это у нас наборчик был этих пузырей. Блин, я вообще Зою купала, так ее и не отмыла. Вообще, на самом деле, я занимаюсь только тем, что вот бегаю за детьми что-то помогаю убирать. Ну, то есть, если Мира там что-то может помыть, но все равно не особо хорошо. Еще и железного у меня тут во всем. Она хорошо под детские развивашки. Реально, вот ставим ее, когда занимаемся. Ребенок сразу же в теме. Ну, сразу же понимает, что да, сейчас будет время занятий. Извиняюсь за то, что такая растрепанная. Сегодня такой домашний день еще даже не красилась. А теперь с маникюром очередь дошла и до меня. Сегодня что-то решил устроить себе выходной. Он хочет себе сбрить усы. Он будет похож на Чичена полностью. Да, конечно. Хочешь, фотошопить или сделаем? Давай. Посмотришь на себя. Давай. После маникюра. Да, давай. Кошь, кошь. Какой ты? Узбек. Слушай ты, узбек. Это, кстати, на каком языке это было? На каком языке? Узбек саму иди. Угу. А повежливее. Коша. А пожалуйста. Я только мату могу. Да, кстати, чуть не забыли показать итоговый результат. Розовенький нют и сверху на него блесткингарден, да? Который нарядный, как ты говоришь. Карнавал, карнавал. Нарядный карнавал. Вот. Ну и я себе тоже под вечер уже сделала. У меня такие лопатки еще не отросшие. Ну и я. Красота. Ну а что, у тебя подпилена отличная длина, прекрасная. Ну да. В общем, чудно, мило. Бюджетно. Бюджетно. Угу. Но правда времени отнимает массу. Ты как белая снежка. Собираешь вокруг себя всех животных, птичек, комаров. Комаров. Бог. Бог. Блох, не дай бог. Тьфу тут, тьфу. Семь гномов сейчас выбегут. Не надо. Что там? Двух вполне достаточно. Двух гномиков? Двух гномиков. Нормально, нет? Подошел в углу, и ты мне кусил. А нефиг. Просто взял и кусил. Ты усы-то сбреешь? Не знаю, ты мне обещала там что-то показать. Давай, сейчас сделаем. Канчевая, слышишь? Я против. Да. Тебе не пойдет. Субтитры подогнал «Симон»